Всем привет, это FreeStudio21.com И я умышленно выбрала два маленьких упражнения на phrasal verbs Здесь нет никаких вариантов, ничего не написано В этом-то и вся суть, в этом-то весь фокус Сейчас вы увидите, насколько увлекательно вставлять так называемые предлоги или частицы после глаголов И сами поймете, что тема безбрежна и вам нужен просто иногда хороший словарь с этими глаголами Потому что у вас запросто может быть несколько вариантов Итак, судите сами Первое Когда она увидела змею, она в ужасе остановилась Значит, draw back Что это значит? Можно было бы еще сказать не так остановилась, как ретировалась То есть отскочила назад немного или резко остановилась Тут я даже затрудняюсь, как лучше это сказать Но, наверное, все-таки резко остановилась в ужасе Застыла Она застыла в ужасе Вот так переведем Ладно Draw Так, сейчас возьму другой цвет Draw Я пишу в настоящем времени, там прошедшее Draw back Draw back Имеете несколько вариантов перевода Это может быть ретироваться То есть сбежать, по большому счету, с поля боя там Ретироваться Замереть То есть резко остановиться где-то на чем-то Ехал, ехал и вдруг Бац Ударил по тормозам и остановился на месте Кроме того, сейчас вы увидите Дальше вон тоже draw Я подозреваю, что там будет, наверное, другой предлог Хотя Посмотрим сами The lawyer drew Чего-то там The contract for the sale of the property Ага Значит, юрист Так, что же он здесь может Я думаю, здесь может быть два варианта Здесь может быть drew out Набросать То есть в общих чертах написать И в принципе здесь тоже может быть back Судите сами Сейчас я переведу И вы поймете, что здесь может быть и то, и другое Контекста нет Поэтому, когда нет контекста У вас могут быть самые разные варианты Итак, вариант первый Юрист Набросал Или примерно Примерно Написал контракт На продажу Собственности И второй вариант Юрист отозвал Контракт По продаже собственности Отозвал на доработку, допустим Может быть такой вариант Конечно, может быть И то, и другое Может быть Итак, drawback Имеет еще один вариант перевода Отозвать Отозвать заявку, допустим Отозвать договор Для переделки Отозвать законопроект Там подан, допустим На рассмотрение Законопроекта Его надо дорабатывать Отозвать его на доработку И так далее, и так далее Далее Второе Draw out Draw out Это обрисовать в общих чертах Draw out Допустим Draw out a plan Обрисовать план действий Обрисовать в общих чертах То есть Без конкретных каких-то нюансов В общем Набросать Вот Обрисовать Набросать План Или контракт Или там Не знаю еще что Едем дальше I'm afraid You're falling With your schoolwork Ага Боюсь, что ты Не успеваешь, наверное Со своим домашним заданием Почему я так уверена, что не успеваешь? Потому что я просто Знаю, что есть выражение Fall behind И fall behind Это отставать И это, кстати, говорится О школе Об учебе You have fallen behind Ты не успеваешь С домашними заданиями Далее Значит Сейчас я куда-то его выпишу Fall Fall Sorry Fall behind Отставать Отставать Кстати, это может быть Как в прямом смысле Так и в переносном Там все бежали Кто-то начал отставать Fall behind Или же я отстаю Мы отстаем там По поставкам Там каких-то товаров То есть мы не выполняем график Мы не укладываемся в график Это тоже fall behind We fall behind the schedule Допустим Может быть такое Мы не укладываемся в график Далее When John lost all his money He fell Так Что же здесь может быть? He fell Fell Так Ага, я знаю He fell back He fell back On his father По support Это достаточно редкое выражение Ну, как по мне Во всяком случае Я его Ну, не знаю В литературе встречается Но художественной И я не уверена Что оно встречается В реальной жизни Значит Это будет так Fell back On Он уже есть Здесь он еще должно быть Я зря его взяла в скобки Значит Fall Back On Обратиться за помощью к Или обратиться за поддержкой Обратиться Обратиться За Поддержкой К кому-то Поддержкой К К кому-то Когда Джон Потерял все свои деньги Он обратился за поддержкой К отцу Вот, кстати За поддержкой Значит Здесь, кстати Есть еще один нюанс У вас должна быть такая фраза Fall Back Если уже на то пошло Он Дальше у вас будет стоять Личность Somebody Кому вы обращаетесь А дальше у вас продолжение Заметьте, что здесь еще for For А дальше Зачем именно Там Чего-то там Something Обычно это support Или help Support Или help Это уже дело такое Выражение Достаточно Замысловатое Очень такое Неповоротливое Куча предлогов Их все Попробуй запомни Поэтому Есть этому выражению Прекрасная альтернатива Turn to Turn to Обратиться К Было бы так Если бы было turn to Было бы так When John lost all his money He turned to his father For support Ну, for support Останется, конечно Обратиться Обратиться К Лично я предпочитаю эту Она мне больше нравится Я ее лично встречала Поэтому Она очень популярна И Ну, я не знаю Я не хочу давать советы Но мне кажется Что эта фраза лучше Далее На что еще следует Здесь обратить Внимание Кстати В русском языке Есть нечто подобное Возможно Вы слышали такое выражение Упал кому-то на хвост Вот То есть Ну, напросился На помощь Привязался Помоги там И все такое Вот Упасть кому-то на хвост Ну, где-то примерно так Упасть кому-то на спину Упасть на отца Если дословно Далее It's nice to see her getting Так With her colleagues Ага It's nice to see her getting on With her colleagues Приятно видеть Что она ладит Со своими коллегами Очень расхожее выражение Я не комментирую Мы уже такое видели И оно очень часто Встречается Далее Следующее упражнение If you don't pay your water bill Your water supply will be cut off Cut off Отрезан Если это перевести Получится такое Если вы не заплатите Счет за водоснабжение Водоснабжение будет отрезано То есть вам отрежут воду Как у нас принято говорить Cut off Отрезать что-то Cut off Обычно речь идет о поставках чего-то О снабжении Отрезать пути снабжения Отрезать снабжение Отрезать снабжение Не очень удачно Снаб Жение Например, может быть такая фраза They were completely cut off Они были абсолютно отрезаны То есть от внешнего мира Допустим Cut off Of the world Of the whole world Допустим Или Cut off the people Вот что-то в этом духе Едем дальше You must cut Чего-то там The amount of sugar You can consume Ага Вот оно что Итак Что же здесь у нас будет Ты должен сократить потребление сахара Так Значит Я хочу поставить здесь Cut down Cut down И дальше еще есть предлог on Здесь два предлога Две частицы Да, это очень интересно Есть и такая серия фразальных глаголов Где у них и мало одного Им надо еще одну частицу Ну, иначе будет нечто другое Cut down on Сократить Sorry Cut Cut down On Именно так Не игнорируйте ни одну из частиц Значит Урезать Сократить Речь идет в первую очередь О сокращении Допустим Сократить О сокращении Затрат О сокращении потребления Подтянуть пояс Вот что-то такое То есть Урезать Урезать пайку Урезать рацион Урезать там потребление Там не знаю чего И так далее И тому подобное Едем дальше Так Что у нас дальше стоит Что мы здесь имеем? Что мы здесь имеем? Так Деревня была отрезана От окружающего мира На несколько дней Из-за снега О! Значит Здесь тоже может быть Двоякая ситуация Здесь можно тоже поставить А можно поставить И так и так Будет правильно Как вам больше нравится И то и другое Будет отрезан От Далее идем Так Здесь тоже Cut down Cut down On government spending В принципе Может быть и cut down Ладно Я поставлю cut down Видимо повторяется Хотя Это странно Обычно В таких упражнениях Такого не бывает Cut down On Между прочим Я конечно не уверена Но дело в том Что у cut down Cut down on Точнее Есть один синоним Который Честно говоря Я не знаю Стоит его здесь писать Потому что Ну лично я его встречала Только в учебнике Больше нигде Я не уверена Что это очень ходовое выражение Есть выражение такое Cut Back on Cut back on Урезать Тоже Урезать Сократить Чем одно отличается от другого Это Первое Вот это Cut down Урезать Сократить Ну это вот Сократить потребление чего-то Здесь же Cut back on Это урезать Что-то Чтобы достичь чего-то Ну Грубо говоря Уменьшить Уменьшить Чтобы вписаться Куда-то В бюджет Например Вот здесь Government spending Премьер-министр Решил сократить Бюджетные затраты Или правительственные затраты То есть Для чего Чтобы вписаться В бюджет Не было Чтобы дефицита Поэтому я думаю Что Ну возможно Cut back on Даже будет лучше Хотя оно такое Достаточно Ну не знаю как сказать Кабинетное слово Что ли Далее Most countries Have done Чего-то там The death penalty Большинство стран Отменили Я так думаю Отменили Смертную казнь И здесь у нас Покончили со смертной казнью Если дословно Покончили со смертной казнью И здесь будет Вот такое выражение Done away Away with Это покончить с чем-то Do Away With Покончить с Покончить С Чем-либо И дальше там предмет Будет стоять Чем же покончить Едем дальше Что еще может быть Что у нас тут еще дальше I'm really thirsty I could do Так I could do With a drink With Очевидно I could do With a drink Если дословно Я хочу пить Мне нужно Выпить Ну все очень логично Мне нужно Дело в том Что Do with Можно переводить Двумя путями Это либо I do with Допустим Я хочу Или же Мне надо Мне нужно Мне необходимо Кстати Есть еще одно Интересное выражение С do И тоже почти Что с with Судите сами Здесь его нет Но его надо Тоже знать Оно часто встречается Do without Do without Это антоним Обходиться Без чего-то Обходиться Без Чего-то Вот такая Картина у вас Может быть Ну что на это Скажешь Вот такие Вот такое Интересное дело Как видите Лично Как по мне Мне более интересно Делать упражнение Когда нет Рамочки С указанными Фразальными Глаголами Только такие Не другие какие Вот видите сами Какое богатство Выбора у вас может быть Когда вас ничем Не ограничивают Опять же Настоятельно советую Коллекционируйте Фразальные Глаголы Или фразовые Глаголы Записывайте их Куда-то С примерами Желательно Чтобы вы знали Каким местом Его употреблять И тогда Жизнь ваша Будет Намного Легче Спасибо за внимание Подписывайтесь На мой канал